Также спрашивают о кандидате Надеждине. Андрей, как политехнолог, оцените рейтинги кандидатов в президенты. Особенно интересует рейтинг Надеждина. Это правда, что у него 10% и он обогнал представителей всех парламентских партий? Спрашивают пользователи под ником «Всем привет». А я вам добавлю, что вчера буквально три сразу кандидата отказались от президентской гонки, буквально сдав подписи и тут же написав заявление о выходе из кампании. Да, интересный феномен. Ну, как это не феномен, это скорее даже, наверное, закономерная история, появление любого кандидата, существенно диссонирующего с действующим диктатором, конечно же, вызовет повышенный интерес того слоя общества, у которого есть запрос на перемены. Значит, рейтинги разные у Надеждина, публикации тоже очень разные. Я видел там и 7,5%, и 8,5%, и 10,5%. Это все, конечно, очень условные цифры. То, что на достаточно осторожную позицию Бориса Борисовича откликнулось такое количество людей, говорит о том, что запрос в обществе существует. Но каковы будут дальнейшие действия власти? То есть сейчас много сценариев. Кто-то говорит, что ему не дадут зарегистрироваться, кто-то говорит, что дадут, но потом перепишут голоса так, что он в конечном итоге окажется с 1,5% и так далее. Конечно, сейчас для Кремля стоит очень сложная математическая задача. Потому что если уже сейчас известно, что 10% рейтинг или что-то около того, показать на выборах рейтинг в 10 раз меньше, ну, в смысле результат выборов, будет слишком грубо. Дать Надеждину там 12-15% это слишком много. Потому что у нас сейчас есть четкая установка, что народ России абсолютно един в своем стремлении поддержать Путина, в своей любви к Путину и никаких 10%, ну, простите, что такое 10%? Это каждый десятый. Разве такое возможно в стране абсолютного единства и любви к нашему вождю? Нет, конечно. Соответственно, вот у них сейчас очень трудная задача. Либо действительно найти лазейку и каким-то образом его не допустить до выборов. У них много таких способов, но надо найти какой-то элегантный, понятный и такой более-менее легитимный способ. Либо каким-то образом нивелировать его на самих выборах. Вот как вы можете оценить вчерашнюю кампанию, которая кампания вчера началась, информационная, по очернению Надеждина, там, Соловьев уже заявил, что все эти очереди, это все фейк-провокация. Нет, подождите, мы сейчас еще услышим о том, что у него есть имение, там, ну, где-нибудь в Израиле, например, да, то есть, и что он скрытый иудей или даже раввин. Ну, и много чего такого мы услышим, наверное. То есть, это довольно стереотипная система. Как бы, вот, нивелирование воздействия человека. Ну, я думаю, что там что-то более крутое будет применено. То есть, это нужно, понимаете, это дело не в том, чтобы убедить сторонников Надеждиной больше так не делать. Их уже не убедишь, да. Да, вчера одна женщина мне написала в одном из мессенджеров такой вопрос. Знаете, я подписалась за Надеждиной, а что нам теперь за это будет? Перепись недовольных? Да, да. Она предполагает, что, значит, это, значит, спецслужбы ведут перепись недовольных, а потом всех их возьмут на карандаш и так далее. Значит, вот это, чтобы иллюстрировать уровень того страха, который был преодолен теми, кто пошел подписывать. Так вот, вся вот это очернение и вся вот эта соловьевщина в отношении Надеждина, это не в адрес тех, кто подписал, это в адрес тех, кто колеблется. Потому что, как известно, ну, по классике политтехнологии во время выборов нужно работать не с теми, кто за вашего кандидата, а с теми, кто еще не определился. То есть, это в адрес колеблющихся? Конечно, да. Потому что кто-то, увидев эти очереди, послушав разговоры о Надежде, заглянув в его программу, еще что-то, какой-то процент нашей огромной электоральной массы вдруг качнется еще туда же, понимаете? И рейтинг превратится там из 10, например, в 18. Ну, это же ужас. А где 18, там и 20, да. Это да, это кошмар для того, что было заявлено до этого. То есть, Путин и его компания никак не могут научиться оперировать понятием большинства. Им нужно подавляющее большинство. То есть, задача сейчас стоит такая, что за Путина должны проголосовать там 75 плюс процентов, желательно 80. Ну, вот в нашем электоральном султанате, я думаю, Радий Фаридович попытается дать 90 с чем-нибудь. Ну, теперь от страха-то, да. То есть, сами понимаете, и вдруг вот такой результат Надежде. Конечно, это очень раздражает Кремль. Продолжение следует...